У меня ребёнок заканчивает 11 класс 13 школы. Хочется испытать ощущения, которые предстоят испытать моему ребёнку. Может быть, по какой-то помощи оказать до сдачи экзамена. Самое страшное – не пройти порог, скажем так. Всё остальное, наверное, не имеет такого значения. Полученные баллы повлияют на дальнейшую судьбу образования ребёнка. Для меня самое страшное в этой ситуации – не помочь ребёнку преодолеть сдачу этого экзамена. Надо подготовиться психологически. Надеюсь, что вам у нас здесь понравится. И вы почувствуете, что ЕГЭ – это уже не так страшно, как обычно это говорят у нас. Аудитория номер 31. Всегда полезно попробовать то, чем занимаются, наверное, их дети, то, что им предстоит, какие испытания предстоит пройти. Я имею в виду основной государственный экзамен, единый государственный экзамен. В том числе для того, чтобы потом была возможность объяснить детям, что всё не так страшно и всё не так печально, как это иногда распространяется среди вот этой среды молодёжной. У меня в следующем году будет сдавать, заканчивая девятый класс будет сдавать государственный экзамен. Он боится, очень переживает, поэтому, конечно, я его и уже настраиваю, и после проведения этой процедуры буду объяснять, что это вот определённая процедура, и подобного рода процедур предстоит, наверное, в нашей жизни очень много, экзаменов предстоит много. Поэтому надо быть готовым, морально готовым к этому. Уважаемые участники экзамена, сегодня вы сдаёте экзамен по русскому языку в форме ЕГЭ с использованием технологии печати КИМ в аудитории пункта проведения экзамена. У нас принимает участие в экзамене 56 родителей. Мы сегодня показываем всю процедуру, какая есть на самом экзамене, то есть для детей, это и вход в пункт через металлоискатели. Мы просим оставить, ну, в данном случае родителей, как детей, все вещи в аудитории специальной до входа в пункт. У нас точно так же провели родители по аудиториям, где в присутствии родителей распечатали контрольно-измерительные материалы, то есть сама процедура полностью сохранена. И родителями единственное исключение было, всё подробно рассказывали, что происходит, почему происходит и как это происходит на самом деле. Работу проверять мы не будем, то есть родители через полчаса закончат писать работу. В их присутствии мы тоже здесь процедуру полностью сохраняем, будут работы запечатаны, и желающие смогут пройти в штаб, посмотреть, как происходит передача организаторами работ непосредственно уже руководителю пункту и уполномоченному. Акции помогают, потому что, если мы вспомним, года четыре назад у нас было удаление с экзамена пять человек за нарушение порядка проведения экзамена. В прошлом году это всего был один выпускник. Тем не менее, такие выпускники есть, и вот акции, они направлены на то, чтобы родители смогли предотвратить такие нарушения, потому что за этим аттестат и за этим поступление в ВУЗ, а пересдать экзамен можно только через год.